Водителя грузовика, предположительно виновника смертельной аварии, заключили под стражу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В его крови обнаружили наркотики. Напомним, ДТП произошло 28 августа в Шимановском районе. На федеральной трассе Чита-Хабаровск. По версии следствия, 41-летний мужчина, управляя грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с Тойотой Функарго. В легковушке находилось 6 человек. Пятеро из них – водитель его супруга, двое детей 6 и 11 лет, а также их знакомый погибли на месте. Еще один пассажир, который сидел на переднем месте, уцелел. Ход расследования по поручению председателя Следственного комитета России поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства. Соединили два берега. Сегодня в Благовещенске произвели стыковку строящегося моста через реку Зея. Конструкция сошлась на 11-й опоре. Всего их 26. Общая протяженность сооружения – почти 9 километров. Из них около двух проходят через водную гладь. Новую переправу запланировано ввести в эксплуатацию в 2024 году. Она заберет на себя большую часть транспортного потока. Для комфорта жителей, чьи дома расположены возле объекта, специалисты установят шумозащитные экраны со стороны улиц Горького и Первомайской. В Амурской области задержали наркобанду. Известно, что ОПГ причастна к сбыту почти 150 граммов гашишного масла. Это 750 разовых доз, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Организованная преступная группировка занималась наркотрафиком на севере региона, в поселках Неверского Родинского района и Соловьевск-Тыненского. Сейчас четверо подозреваемых находятся под стражей. В отношении членов ОПГ возбуждено 12 уголовных дел по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 31 августа в налоговой службе Амурской области изменятся реквизиты. Это связано с реорганизацией инспекции. Переход на двухуровневую систему не отразится на соблюдении прав всех категорий налогоплательщиков. И в качестве предоставляемых услуг заверяют представители регионального ОФНС. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ.